кто-то уже хочет руку поднять ирина ты хочешь руку поднятили или ты нечаянно ну давай пока у нас ирина ушла так посмотрите что еще раз у меня видео включен так ребят вопросы давайте вот где написано однополу отношения эфир такой-то вы там пишите вопросы я на них буду отвечать так это первый момент и попробуем и сейчас так ребят напишите мне пожалуйста как у вас со звуком потому что рассказание что звук был не но я была на улице потому что сейчас на улице я буду чаще проводить эфиры так так мы все у нас пошла трансляция вопросы свои тогда я буду читать если какие-то появятся вот и у нас такая да однополое отношение и я предполагала что достаточно много достаточно многих она интересует но я не думала что прям в таких масштабах то есть мне столько было мне столько было ребят вопрос как это как получается что не что ненормальное что почему так и так идет но я верно дам в любом случае только свою точку зрения то есть реально у меня была своеобразная точка зрения как у психолога как у психоаналитика и я я ей придерживалась этой точки зрения достаточно длительное время но до тех пор пока я не стал такой пока у меня не изменился мой образ жизни пока я не увидела то что я вижу сейчас пока это не не увидела то что есть это внутри да да ребят если что я пока в эфир не буду вас вводить а просто ответить буду на вопросы потому что иначе я забьюсь собьюсь я запутаюсь и у меня пропадет эта мысль и так она будет но если если мы говорим о психологической точки зрения о том как происходит наша наша физиологическая наш физиологический процесс с тем что такое что такое однополые браки то есть у нас есть в любом случае как у любого человека есть функции мозга в ю-тубе пишут что ничего не слышно так ребят напишите мне пожалуйста слышно меня или нет в телеграме его не слышно другому другому виде Да, у нас просто залилось видео одно с Мариной, и оно без звука на Ютубе. Вот. Так, все понятно. Мне написали, что слышно. Да, Галин. Знаков включить. Галин, ты руку поднимала, говори, пока она начала. Или ты нечаянно? Нет, я не нечаянно хотела сказать, что нормально слышно. Все, ок, спасибо. Ага. Все, я тебе отключать микрофон не буду, Галочка, а ты сама его отключи, хорошо? Чтобы он не фонил. Смотрите, у нас есть, если мы говорим именно про физику, про нашу, что такое отношение, как мы смотрим, и как у нас простроены нейронные связи, нейронные сети. И могу сказать, что однополое отношение, это по большей степени, это бисексуальные отношения. Это когда мужчина может и с женщиной, и с мужчиной, и женщина может и с женщиной, и с мужчиной. Потому что, если мы говорим прям совсем про однополое отношение, это когда уже мужчина только с мужчиной, и женщина только с женщиной. Это чаще всего идет, когда было в детстве достаточно сложно, один из случаев, когда в детстве, как правило, у мальчиков были достаточно серьезные травмы. И после этой травмы пережимаются канальные артерии, что ведет к мутации зоны коры головного мозга. И от этого дает вот такой вот сбой, который влияет именно на межполовые отношения. Но таких случаев достаточно редко, это редко, они лечатся медикаментозно, но это прям особый случай, это не во всех отношениях, не во всех отношениях, даже когда происходит мужчина с мужчиной. Что такое отношение между мужчиной и женщиной? Вообще, изначально, когда мы создавались, у нас не предполагалось, что женщина с мужчиной, мужчина с женщиной. Смотрите, у нас в клетке, у нас есть хромосомы, да? И вот эти вот хромосомы, это ключ к кодированию, ключ к кодированию самого человека. А есть у нас память, генетическая память. Генетическая память, она идет, как правило, не только от мамы и папы, она идет по всему роду, что связано с генетикой данной клетки. И вот эта вот генетическая память, это я как раз буду рассказывать на ретрите, который у меня будет с 17 по 22 июня. И, скорее всего, вот на майском ретрите, который мы сделаем трехдневный майский ретрит, я тоже там буду рассказывать про генетику клетки. И вот смотрите, вот эта вот клеточка, я вам говорю сейчас не как медик, я вам говорю как человек, который на сегодняшний день это так получилось, что мне дано это прочувствовать, увидеть. Но я это вижу как бы в мультяшном варианте, так что ли сказать, потому что я не медик, я не вижу эту клетку, что она там в мышцах, она определенного такого-то размера, такой-то формы, еще что-то. То есть я смотрю на человека и вижу его внутренности, но по-своему. И поэтому я вам пытаюсь сейчас их рассказать на своем языке, не на медицинском. Медики, пожалуйста, я ваш, со своим самоваром к вам не лезу, поэтому я просто говорю то, что я вижу, что потом комментарий опять начнется. Не-не-не, я не по-медицински. Вот. И как раз ДНК, у нее есть генетическая память. Генетическая память, которая идет вплоть до того, что есть память фантом. Наверное, слышали вот такое. И может быть даже видели, и очень часто это видится не только как мы видим, еще на пленке это очень часто. Например, что-то резкое двинули, что-то резкое перенесли, и вот такой вот след остался. Вот это вот как раз фантом каждой клеточки. И фантом есть абсолютно в каждой клеточке абсолютно всего. И в этой памяти, когда эмбрион только начинается у мужчин и женщин, то есть у женщины, когда идет вот этот эмбрион, у него на определенном этапе идет вот эта вот распаковка генетической памяти. И после распаковки генетической памяти у него только после этого у него образуются мужские либо женские половые органы. Но мы с вами знаем, что точно так же бывают дети, это тоже крайняя ситуация, когда рождается с двумя половыми органами. Мы сейчас эту ситуацию не берем. Мы берем просто среднестатистическую. И после распаковки вот этой вот генетической памяти, которая заложена, как код заложена хромосомами, и ДНК генетическая, они дают своеобразную картину и получается либо мальчик, либо девочка. Вот. После того, как они рождаются, у нас идет на генетическую память, накладывается как бы слоями уже отношения социума, отношения родителей и отношения нашего окружения вообще в целом, который нас окружает на данный момент, пусть даже это будет ребенка, но на данный момент окружает ребенка на определенное количество времени. И когда вот это окружение, оно начинает формировать личность данного человека, она формирует и сексуальное хотение, так что ли назвать. Это не привычка, это не привязанность, это именно на определенном этапе это вот именно хотение. Что такое, когда по статистике чаще бывают все-таки бисексуалы, это мужчины, по статистике. Но есть и женщины. Мы сейчас давайте просто так, как я женщина, мне проще взять мужчин. Можно также поговорить о женщине. То есть это можно перенести на любой слой. То есть берем мужчину. Мужчина, который воспитывался в определенном круге, как правило, если у него достаточно авторитарная мама у мальчика, то у него складывается авторитарная мама, это можно сказать не обязательно, что вот она прям такая сидеть, я сказала там, да. То есть еще такая мама, которая там, он видит, что не совсем складывается там отношение с мужчиной, мамы с мужчиной, потому что она их там достаточно жестко держит. Если еще живет там мама, мама живет еще со своей мамой, то есть бабушка. И бабушка тоже такая достаточно жесткая женщина, тоже авторитарная. И когда вот это вот складывается, у мужчины, как правило, срабатывает такой механизм, что женщина это опасность. Это один из моментов. И когда срабатывает, что женщина это опасность, что вроде бы как бы с женщиной хорошо, вроде бы все в ней красиво, вот она такой лютик-цветок, все замечательно. Но хотел бы я еще попробовать и мужчину, потому что в некоторых случаях ты начинаешь чувствовать, что я мужчина, он мужчина, 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 это равно безопасность. И ты начинаешь пробовать отношения с мужчиной. Но это, как правило, уже, когда идут именно однополые уже отношения достаточно серьезные. Это больше не про би. Если мы говорим про другие отношения, то чаще всего это, когда мужчина, у него есть такие, или у женщины, есть такие склонности с детства, когда бывает, что там для него или для нее дают самое лучшее. Ну, что-то пытаются сделать. Не всегда у них бывает самое лучшее, но вроде как пытаются. На какие-то праздники, еще что-то. И когда вырастает этот человек, женщина или мужчина, и когда он понимает, что, например, вот я хотела вот это, а мне вот этого вот не получилось, хотя мне старались все самое лучшее. И он начинает восполнять. И восполнять как еще начинаем? Вот смотрите, еще такой момент есть. Смотрите, женщина рассматривает отношения с одной позиции, мужчина рассматривает отношения с другой позиции. То есть, когда мы начинаем научаться отношениями, то женщина, как правило, через что формирует свое отношение к мужчине, свое отношение к семейному жизни, к семейной жизни, к сексуальной жизни, еще к чему-то. Через мелодрамы, да, через какие-то книги, через какие-то там, ух, такие бантики, цветочки. Мужчина через что формирует свою сексуальную жизнь? Через что он это видит? Как правило, тоже через фильмы, но чаще всего это как порнофильмы. То есть, где все четко, понятно и доступно. И вот эти вот два человека, у которых вообще изначально разные представления о том, как должно быть, либо они совсем на одной волне идут, и они начинают притираться и понимать, то есть она ему дает свои знания, он ей дает свои знания. И они как-то объединяются и начинают свои сексуальные игры в своих там домашних условиях. Их какое-то определенное количество времени это все устраивает. Почему говорю какое-то определенное количество времени? Потому что не всегда бывает так, что кто-то не сходил куда-то налево. Чаще всего все равно бывают вылазки, бывают какие-то там, может быть, там не доходит прям конкретно до постели, но тем не менее все равно какие-то, хочется еще каких-то эмоций поймать на стороне. А так ли оно? А все ли я ощутил? А не все ли я ощутил? Это первый момент. Второй момент, когда мужчина понимает, что ему или женщине не достает каких-то отношений, яркости в своей жизни, то он начинает эту яркость в своей жизни добирать еще чем-либо. Чем может мужчина добрать этой яркости? Например, в постели. То есть ни одна женщина в постели, столько яркости. Мы сейчас говорим про обычного едящего человека. Это тоже нужно очень важно. Мужчине большую, самую большую яркость по физиологическим параметрам может доставить только мужчина. Потому что по физиологии все рецепторы, которые приводят его к более ярким эмоциям, они находятся в анусе. От этого просто никуда не дед. Это физиология. И как правило, если мужчина попробовал уже другие отношения, то он либо совсем уходит от женщины, либо продолжает свои бисексуальные отношения. Почему продолжает? Потому что не все готовы в нашем социуме это открыто сказать, хотя сейчас уже настолько все открыто, но тем не менее. То есть для кого-то это очень важно, чтобы не вылезли какие-то фотографии, для кого-то очень важно, чтобы не вылезли какие-то вот эти вот интимные вещи. Поэтому все равно старается он спрывать эти отношения с женщиной точно так же, как и женщина с мужчиной. Женщина почему с женщиной? Потому что у женщины, чтобы прочувствовать женщину, это редко какой мужчина ее может прочувствовать, ее может прочувствовать женщина более. По физиологическим, опять же, параметрам. Это написано в медицинских книгах. Это уже не я придумала. Вот, и все, наверное, прекрасно знают, что если женщина с мужчиной, и ей не обязательно, чтобы у него был каких-то определенных размеров, определенной длины, ширины, там еще чем-то, чем-то. Женщина всегда удовлетворяется в половой жизни это головой. То есть она всегда себе представляет, допредставляет, дорисовывает. И только после этого у нее происходит оргазм. У мужчины немножечко все по-другому. То есть он не всегда себя представляет, он чаще уходит внутрь себя. Именно поэтому у женщины, как в облаках летает, у нее считается, что у нее более яркий оргазм, у мужчины менее яркий оргазм. Вот. Это первый момент. Второй момент. Откуда у нас вообще идут эти интимные отношения? Интимные отношения у нас идут от того, что нам не хватает чувственности в нашей жизни. Потому что когда мы не чувствуем чувственности, мы стараемся идти через эмоции. Эмоции проще всего вызвать едой и сексом. Это самые простые эмоции. Просто от еды эмоции более умеренные, и они как бы постоянные, которые ты можешь постоянно себя держать на определенной волне. А секс эмоции более яркие, но они короткосочные. Поэтому мы стараемся чем себя завлечь в этой жизни? Мы себя стараемся завлечь эмоционально. Это через еду и через секс. Когда вы переходите на чувствование, то тогда уже у вас становятся неинтересны эмоции от еды и неинтересны эмоции от секса. От традиционного секса, я имею в виду, от физиологического секса. Они уже не такие яркие. То есть ты хочешь другого, и другие отношения тоже бывают. На третий я, возможно, вам там что-то расскажу. Если нужно будет. Но... Что еще... Так как это у нас самые простые эмоциональные встряски для нашего аватара, для нашей нейронной сети, когда мы начинаем есть и начинаем заниматься сексом, у нас получается, что у нас задействованы самые низкие вибрации. То есть мы получаем эти эмоции с самых низких вибраций. Потому что когда мы идем на более высокие вибрации, мы получаем удовольствие от других вещей. На самых низких вибрациях срабатывают низковибрационные болячки. Низковибрационная болячка, то есть такие как ВИЧ, СПИД. Это те болезни, которые очень долго не могли признать, потому что их не могли распознать, как что это, что же это такое, что за иммунодефицит, откуда он взялся. Это именно то, когда организм в низких вибрациях перестает сам вытягивать на определенные уровни очистки организма, потому что он, вот вспомните себя, когда вы, например, там объелись, вы лежите на диване, да, там живот вот такой, и вам ничего не хочется делать. И здесь такое же состояние, то есть когда вы погрузились, чем ниже вы погружаетесь, чем больше вам хочется эмоций получить от сексуальных прелизей, тем ниже вы погружаетесь в волновой энергетике, прямо на самый низ. Вот на самом низу работают вот эти вот низкочастотные заболевания, которые моментально подходят. Вы от них моментально можете и избавиться, но чтобы избавиться, это нужно прорабатывать себя, то есть начинать себя выводить на более высокий уровень, вибрационный уровень тебя. И когда вы туда выходите, вот эти вот болячки, они за ненадобностью отваливаются, потому что организм начинает думать по-другому. То есть почему вы туда уходите, почему вы уходите в низкие вибрации, потому что когда вы свое тело начинаете баловать самым простым, что можно получить в этом мире, несмотря на то, что здесь вообще всего море, всего очень много, но вы не хотите, потому что знание себя – это достаточно трудоемкий процесс для обычного аватара, для среднестатистического уровня головного мозга. Поэтому проще всегда идти на еду и идти на сексуальные потребности. Это самые низкие частоты, которые мы можем в любой момент практически себе позволить, и в любой момент мы можем ими как бы подпитаться, чтобы жить до определенного времени, чтобы потом уже распрощаться с нашим аватаром. И когда мы живем на этих низких вибрациях, то мы своему организму, своему телу как бы говорим, я запустил процесс на самоуничтожение, потому что на данном этапе мне не хочется идти туда, мне не хочется познавать другие плотности самого себя, мне хочется оставаться на этом уровне, мне хочется оставаться здесь в еде и в сексе. Еще что такое секс? Давайте еще один аспект разберем секса. Секс – это чем больше человек занимается сексом, есть такие, знаете, сексоголики или как их там называют, неважно, неважно какая у них ориентация, абсолютно не имеет значения. Это те люди, которые не принимают себя, не принимают себя каждое мгновение, я бы сказала. У них всегда идет непринятие себя. Почему это идет? Почему именно секс? У нас идет генетическая память, что через секс появляется новое возрождение чего-либо. Новое возрождение себя идет через половую связь. И когда человек начинает вновь и вновь заниматься половыми связями секса, может быть, с одним и тем же человеком, неважно, но если у него постоянно эта потребность, а есть такие люди, у которых потребность просто постоянно, с разными, не с разными, там еще что-то. Это говорит о том, что на подсознании, в неосознанном для себя состоянии, ты как бы себе, что после секса ты как бы переродишься, чтобы принять себя. Потому что секс – это рождение нового. И ты как будто бы пытаешься через себя переродиться, переродиться опять все в новое, в новое, в новое, в новое. Почему между мужчиной и женщиной изначально так долго не было секса, пока они не познают друг друга, пока они не выйдут на один волновой уровень, на одну плотность самого себя. И только после этого они приходили к половой близости. Когда они понимали, что они единые, они на одной ступенечке стоят, они на одной плотности стоят, когда они уже занимались сексом, но не для того, чтобы баловаться. Они занимались сексом для определенных вещей, для передачи ДНК себя. Сейчас что начало появляться? Почему у нас так быстро мужчина и женщина, вот они там познакомились, и уже там сейчас очень много передач, сейчас очень много пабликов, что ничего страшного, если на первом свидании у вас случился секс. А иначе как же вы будете встречаться с мужчиной, если в сексе у вас не получится, если вы там не подходите друг к другу в сексуальном плане. Что такое секс? Это опять же, когда ты на подсознательном уровне, стараешься с этим партнером как можно быстрее перейти на следующий уровень себя. Как бы секс обновление, то есть то, что вчера было знакомство, сегодня я его обнулила, потому что я с ним пошла на следующий уровень себя. Предположительно думая, что ты пошел более высоко. Но на генетическом уровне ты даешь сигнал своему аватару, то ты опять опускаешься вниз на волновую, на низкие волны, на низкие частоты, говоря себе, я все делаю по-быстрому, потому что я поставила свой аватар на уничтожение, на вот такую-то продолжительность жизни. Именно поэтому ты хочешь все сделать быстрее, чтобы за вот этот вот короткий кусочек времени успеть по максимуму. Именно поэтому ты пытаешься больше поесть, вкуснее поесть, чтобы все. Я еще вот этого, слышали, наверное? Вот я вот это попробую, и все. Ой, вот я хочу выйти на автономию, но у меня же огород, а сейчас пойдет клубника, а сейчас пойдет черешня, а сейчас пойдет вот это. Я поем, а потом я пойду на автономию. Это говорит о том, что на подсознании у тебя сейчас укоренилась еще программа, от которой ты не избавилась, что ты сначала пойдешь вниз, я дам своему аватару еще один сигнал того, что я как бы не готова сейчас идти на более продолжительное время жизни, потому как я еще не насладилась низкими вибрациями. Когда ты поймешь, что тебе не нужны эти низкие вибрации, как черешня, какой секции, представляете, сколько в вашей ДНК генетической памяти, скольких родов генетическая память в вашей ДНК. Представляете, когда она начнет вам раскрываться, и вы поймете, что весь космос, он просто в вас. Это абсолютно другие ощущения. Но я уже пошла не в ту тему. Я, как обычно, начинаю с одно, заканчиваю абсолютно про другое. Вот. Что касаемо в однополых отношениях. То есть тут есть и физиологическая особенность, и как мы разбиваемся, я вам вкратце сказала. И что еще такое. Еще могу сказать, что это очень часто касается конкретно, когда вам не подходит половой партнер, не важно, женщина это или мужчина, чаще всего это бывает тоже в бисексуальных отношениях. Когда вы боитесь идти дальше, то есть вы выбрали себе партнера, например, однополого, и не то вы с ним идти в более глубокие отношения по каким-то своим определенным причинам. Страхи социума, там, все-таки хотели бы другого пола себе партнера, но с этим опять же хорошо. Любые страхи, как только они у вас возникают на пони, именно в бисексуальных отношениях у вас начинаются отеки. Начинаются отеки, как правило, нижней части. Если пошла отечность в верхнюю часть, то вы уже идете на другой дисбаланс с самим собой. То есть отек это всегда не принятие себя нового. Отечное состояние, когда мы отекаем, ноги, руки, почему мы очень часто отекаем, как только выходим с сухих дней. Это тоже я вам не рассказывала, потому что все еще готовы к этой информации, вы еще не готовы правильно заходить на сухие дни. Это непринятие себя, вот это вот колебание. То есть вы поняли, что там хорошо. Вы когда поели, вы понимаете, что вам вроде бы не хорошо после того, как вы поели, но не есть вы еще не можете, а не есть вы не можете не потому, что тело не раскачено, не есть вы не можете, потому что вы не понимаете, что стоит за неедением. Неедение, я еще раз говорю, это всего лишь инструмент. Я через него пришла к определенным вещам. Другие сначала приходят к определенным вещам, а после этого с ними случается неедение. Еда в нашей жизни не играет вообще никакого отношения. Она вас не стимулирует, она вас не дает вам никакой жизненной энергии. Она вам не дает вообще ничего в этой жизни. Еда это для того, почему все говорят, я заземляюсь с едой. Мы заземляемся, мы опускаемся на низшие вибрации, чтобы не посмотреть, что там. Потому что если мы все сейчас просто массово начнем заниматься с собой и начнем смотреть на более, начнем входить в более и более высокие плотности через какие-то инструменты, даже через инструмент неедения, когда мы еще не подготовлены головой, что там есть, представьте, каких мы делов можем натворить. потому что ядерное оружие, ядерные бомбы, ядерный вот этот, это такая ерунда по сравнению с лингвистической, квантовой генетикой, это вообще не про что. То есть вы, когда вы подключаетесь на самого себя, вы можете менять, вы можете регулировать, вы можете осознавать и делать столько вещей, что когда я вам говорила, телепортация это такая ерунда. Ребята, это вообще детский сад. И когда вы начинаете это познавать, это космос. Но чтобы начать познавать, вы должны к этому быть готовы. Смотрите, например, я ребенку, который вот у меня, например, в третьем классе учится, если, ну, мои дети, ладно, они уже столько всего наслужились, они готовы к этому. Ждем обычного ребенка. Если мы обычному ребенку в первом классе начнем объяснять большую математику, он нас не поймет. Он не готов. Это все по ступенькам. Точно так же я многие вещи не могу вам сказать. И вы их, даже если я вам начну рассказывать, вы их не сможете принять, потому что вы не пошли еще определенный уровень. И я вас все время изоманиваю, говорю, пойдемте туда. И пытаюсь вас со всех сторон пытаться раскачать, что не только через автономию можно познать множество вещей. Автономия, она придет потом сама собой. Либо вы через нее заходите, либо вы заходите через другое, она все равно с вами случится. Вашему организму не нужна еда, когда вы понимаете, как работают ваши клетки. Когда вы понимаете, что такое стволовые клетки, которые, они бессмертны. Стволовые клетки, почему множество болезней определяется через стволовые клетки. Почему наши медики нам не рассказывают, почему они определяются через стволовые клетки. И здесь так много всего, конечно, я опять ушла не туда. Давайте, ребят, я вам открою микрофоны, задавайте вопросы по нашей теме, потому что я могу опять начать говорить-говорить и про все на свете. А кому микрофон открыло, можете начать разговаривать, спрашивать, задавать вопросы. Вот как раз в мае мы в Сочи сделаем со Славой ретрит трехдневный. Это как раз мы сделаем ретрит такой, чтобы за три дня вести в пробуждение, чтобы человек понял вообще откуда, что это растет. А уже когда в июне у меня будет пятидневный, он будет как раз вот по всем проработкам, чтобы мы могли, потому что не всем нужно сразу же в пробуждение кому-то, но там тоже все равно пробуждение наступает. Но там немножечко еще с психосоматикой, с психоанализом, со всем этим будет. Он будет более длинный. А просто пробуждение у нас будет со Славой в мае в Сочи. Вот, поэтому, конечно же, ждем вас тоже. Ребята, задавайте вопросы. Мне кажется, такой сумбурный эфир получился. И то, и то, и то. Здравствуйте, такой вопрос. А тело греется у вас? И какие методы для охлаждения? Тело греется, вы имеете в виду температуру? Ну, как изнутри вот включается печка, и у меня такое бывает, что очень сильно голова греется. У вас не бывает такого? Да нет, сейчас уже такое не бывает. Я могу сказать, что если мы говорим о температуре, то последний раз, вот когда вот были, во всех общественных местах мерили все время температуру. И последний раз мы с детьми ходили на... за справками, потому что мы не часто ходим в школу. Вот, а мы все время где-нибудь ездим, где-нибудь путешествуем. И тогда у меня была температура 34,2. Ну, там подумали, что градусник сломался, хотя до меня и после меня была у всех такая привычная температура. Поэтому у меня нет градусника, я не мерю температуру. Мне тоже кто-то спросил, а какие у вас анализы? Ребят, анализы создаются из линейки среднестатистического человека, который кушает, который употребляет витамины, который живет определенным образом жизни. И из этого сделали какой-то определенный сухой остаток, что должно быть от и до. Мне смысл вылезать в среднестатистические анализы, если я вышла из этой статистики своим образом жизни? Я не вижу. Вот, поэтому анализы я не сдавала уже очень давно. Я могу сказать, что я анализы, знаете, когда сдавала? Когда я заходила на 4 месяца, это было, получается, 2 года назад. И тогда мне было интересно, потому что я тогда еще игралась в это, я не понимала, что можно вообще получить. Когда ты перестаешь кушать, то есть я не исследовала себя в плане более глубоком, я исследовала именно свой аватар. И тогда могу сказать, что у меня, как ни странно, у меня B6 и B12 у меня зашкаливало, у меня было больше нормы. Это после, ну, примерно 4 месяца без еды и без жидкости я была. А остальные показатели, они все колебались. Я не скажу, что я была в норме, я была не в норме. То есть абсолютно все анализы, которые я на тот момент сдавала, они все колебались. Но могу сказать, что вот есть вот эти вот лейкоциты, да, лейкоцитоз вот этот вот, которые борются от... Если какой-то вирус или еще вот эти вот лейкоциты, они, как мне объяснил врач, они как раз дают вот эту вот картину, которая борется за твой организм, так что ли сказать. Вот. Почему он мне это рассказал? Потому что у меня их... Они у меня практически отсутствовали. Он говорит, вот видишь, говорит, как нехорошо, если ты заболеешь, то твой организм как будет бороться. Но я просто... Я же ему не буду говорить, этому врачу, что какой у меня образ жизни. Я на тот момент просто поняла, что, видимо, для моего организма вот эта функция на сегодняшний день не нужна. То есть у меня уже нет этих заболеваний, чтобы еще эта функция была в моем организме. То есть нет заболеваний, я не болею там какое-то время, да, и, значит, нет вот этих вот лейкоцитов. По-моему, лейкоциты называются. Я точно не буду говорить. Ответила на ваш вопрос? А не бывает такого, что прям жар изнутри, но это не показатели градусника? Температура-то внешне нормальная, а вот изнутри прям сильный жар. И что тогда делаете, если есть такое? Ну, это на первых сроках, когда ты выходишь на сухие дни. Такое бывает. Такое бывает у многих. Это идет перетопка всех микробов, которые не нужны тебе, когда ты перестаешь кушать. Когда ты начинаешь кушать, они опять тут же возобновляются, вся вот эта микрофлора. Но когда ты уходишь с еды, через какое-то время, на третий день, на четвертый, там у кого-то на седьмой день, начинаешь это пережигать старую микрофлору, начинает пережигать твой организм, потому что она за ненадобностью на данном периоде. Что я делала? Я просто купалась в источниках. Как правило, у меня вот эти периоды, они приходились на зимнее время года, что очень хорошо. И я купалась в пруду, я купалась в проруби, я обтиралась снегом. Вот у меня были вот такие вот охлаждения. Но это на первых этапах. Потом терморегуляция организма, она выровнится. Благодарю. А быстро организм адаптируется к холоду и к теплу? У каждого свои сроки. Смотрите за собой. Насколько быстро, то есть вот в чате же у нас есть чат школа автономии, и там ребята рассказывают про свой опыт. У меня изначально, когда я заходила там на два месяца, да, у меня вот как я заходила, у меня так и были прыжки. То есть мне то жарко, то нормально, то жарко, то нормально. Второй раз, когда я заходила на длительные сроки, тоже там три месяца, три-четыре месяца, не помню, я уже по времени не помню, сколько это было. То есть это у меня четвертый заход такой. То у меня не было вообще жара, у меня был холод, и я понимаю, что вот этот холод, это идет очистительный процесс крови. Я не помню, как он правильно сейчас называется, но то есть, да, было такое, что жар вообще отсутствовал. В следующий раз у меня был жар, был жар и холод. Потом он более-менее выровнялся на, ну, наверное, после двух месяцев. После двух месяцев без еды, он выровнялся, вот эта вот терморегуляция выровнялась. Но я могу сказать, что если у вас получаются какие-либо ситуации, которые там, вы там переживаете, либо еще что-то с вами случается, потому что каким бы вы не были человеком, вы все равно остаетесь человеком, и все равно некоторые ситуации, они вас все равно задевают, бывает. Вот. И если такая ситуация случается, то у вас может быть и терморегуляция в какую-либо сторону поменяться на какой-то определенный период. Светлана, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к воскрешению Иисуса Христа? Я к нему никак не отношусь. Я не исследовала эту тему. Я знаю, что в этой теме очень, очень много тех вещей, про которые я бы не сказала, что нам не говорили. Если вы читали Библию, то вы прекрасно знаете, что эта Библия – это зашифрованная. То есть то, что мы читаем, это не про то, что в ней написано. И если кто-то готов углубиться в Библию, то нужно выходить в определенные состояния и начинать ее расшифровывать. То есть то, что мы читаем, это не про то. Вот это я могу сказать однозначно. До нее я пока не дошла. Очищение крови, по-моему, называется диализ. Да, я только немножечко про другое. Именно когда эфир запускается в крови, он холодит ее. Хотя мы все состоим из эфира, если мы с другой стороны. Можно вопрос? Да, нужно. Светлана, самое смешное, я сейчас в аэропорту, и, видимо, самолет специально задержали, чтобы мне это послушать лекцию. Я вообще бессексуал, да, и сегодня прям два напоминания, и самолет задержали. В общем, вопрос такой. Вот я не очень понял вот этот механизм, как это формируется, то есть вот этот сбой. Он формируется в момент зачатия, ношения плода или рождения, или уже как такового воспитания роста. Смотри, тут нужно смотреть несколько вариантов. Вообще, если ты войдешь в определенное состояние, ты зачаточный, когда ты был у мамы в чреве, ты можешь вспомнить эти все моменты. Это очень легко делается. Это первый момент. Второй момент. Когда у нас собираются хромосомы, хромосомы – это код, код нашего аватара. И он определенный. Но помимо кода, помимо хромосом, у нас есть ДНК. И вот есть ДНК – структурная память. И вот это вот, когда память ДНК, она у нас формируется, у нас есть ДНК – память наша, а есть ДНК – память фантомная. То есть ДНК, она тянется не только через меня. Эта ниточка тянется через весь рот. И когда она тянется через весь рот, на нее очень много-много-много-много-много всего налипает. Так сказать, что ли. И как раз вот эта вот фантомная память. То есть есть на определенных уровнях, когда ты со своей ДНК скидываешь что-то ненужное, как бы счищая, чтобы она шла дальше. Потому что вот таким комом она не может перейти в следующего. Это если образно сказать. И бывает так, что на определенном этапе, в определенном роде что-то не счистилось, что-то не ушло. И вот эта вот генетическая фантомная память, она может передаться тебе. И вот это, когда передается генетическая фантомная память, то возможно, что при физиологическом состоянии мужчины и женщины фантомная память тебе говорит, что тебе было бы хорошо с таким-то полом. Он может быть однополый. И это нужно смотреть, это нужно разбираться. Но это нужно разбираться индивидуально. То есть здесь я одной инструкции для всех это не дам. То есть здесь настолько много факторов играет. Но я могу сказать однозначно, что это точно не болезнь. Это однозначно не болезнь. Если, как меня спрашивали, норма это или не норма, у нас вообще в жизни нет понятия нормы. Мы ввели понятие нормы, чтобы очень четко и очень максимально отслеживать тех людей, которые не входят в норму, чтобы их потихонечку обрубать, потому что с ними неудобно жить в определенных условиях. Именно поэтому сейчас очень много легализируется, чтобы норм было много, и чтобы за каждым участком, за каждым аспектом, за каждым сектором было какое-то определенное наблюдение. Но если мы говорим про самого себя, в нашем аватаре нет нормы. И когда вы начинаете заглядывать внутрь себя, вы четко понимаете, что вот вам вот это нужно для этого, это нужно для этого, это нужно для познания того. И вы можете через вот эту вот генетическую память, через фантомную память, понять, почему у вас определенный состав восприятия, так скажем, находится в вас самих. Для чего он вам? Чтобы что? И когда вы это отслеживаете, вы понимаете, почему это, для чего это. То есть это можно отследить на каждом этапе. Это не обязательно закладывается в состояние, когда, не обязательно в зачатии. Эта фантомная память может открыться, когда вы уже есть, когда уже у вас через хромосомы сформировалась физиологическая принадлежность к какому-нибудь полу, и только после этого может раскрыться этот фантом. Он может раскрыться и в зрелом возрасте, когда сработает какой-либо триггер по определенной цепочке вашего ДНК. Я не знаю, понятно ли я объяснила? Большое спасибо. Да, вообще очень понятно. Я согласен с тем, что это происходит. Да, на моем пути в жизни, и сколько я людей знаю, действительно у некоторых это случается уже в зрелом возрасте. Это правда. Поэтому мне довольно понятно. Спасибо большое. Спасибо. Свет, привет. Привет. А существуют способы из однополых делать разнополые отношения? Ну, то есть, я уже слово к нормальным отношениям не могу, слово нормальное, потому что, ну, все нормально. Ну, скажем, я не знаю даже, какое слово подобрать, ну, не излечить, а изменить, например, да? То есть... Да, можно, только если ты будешь понимать, для чего это. То есть, технологии какие-то существуют, да? Я не про себя, я вообще... Про себя, ты знаешь, я уже, ну, как бы не уже, а сегодня случилось нечто, что... Ну, я, как бы, мне уже нет необходимости что-то обвинять. Я увидел себя, и... В общем... Поэтому у меня теперь это вопрос чисто теоретический и больше про любознательность. То есть, раньше... Ну, если про любознательность, то я бы сказала так, что, как говорят психологи, это можно излечить. Как говорю я, то это можно закапсулировать в определенную недоступность и отложить ее в дальний ящичек, который в определенный момент выстроит какое-то заболевание. Только так. Потому что если есть у человека вот такое вот желание быть с определенным полом, оно возникает не просто так. Оно возникает не потому, что ты правый ботинок надел на левую ногу. Оно возникает из определенной вереницы тех событий, которые случились не обязательно даже с тобой. И вот если ты их... Если ты настолько уже созрел, чтобы распутать эти отношения с самим собой, то ты и созрел на то, чтобы четко понимать, что это, с каким полом ты находишься в отношениях, абсолютно не играет никакой роли в познании себя. Ты это распутаешь, потому что тебе это интересно, потому что эта игра была с тобой. И ты это распутаешь для познания себя. Но уже не для того, чтобы изменить. Смысла нет абсолютно никакого менять. Ну вот как раз сегодня... Сегодня это произошло. Мне уже неинтересно распутывание, потому что я понимаю, что, зачем, как. Сегодня это... Вот поэтому... Угу. Поэтому только в теории остался только вопрос. Да, я с тобой согласен, что... Да, в теории я считаю, что... Нет, если вот как медики говорят, с медицинской точки зрения, что это можно все исправить, только исправлять, то, что они не знают, что исправить, как можно исправить, то, что ты не знаешь. Это можно закапсулировать, это можно отодвинуть. Но по факту нет, это не исправить, потому что... А это не исправить почему? Потому что это абсолютно незачем. Это вообще никак не относится к познанию себя. Это настолько бесполезный процесс. Сейчас я с тобой согласен. Если еще вчера, я бы, наверное, не согласился, то сейчас я уже согласен. Спасибо. Да, ребят, есть еще вопросы? На ютубе вопрос. Так, сейчас, секундочку. Да. А, вот еще. Автономия случится, как хорошо сказано. Да, Аленочка. Вячеслав Бондаренко. Добрый вечер, Светлана. Вы сказали, что телепортация – это ни о чем. В смысле, это реально просто в своем естественном состоянии? Да. Да, это настолько... Когда вы начнете познавать себя, когда к вам придет понимание, когда вы увидите, как вы работаете, когда вы это начнете ощущать, то вы поймете, что вот эта телепортация – это специально сделанные вот эти вот сказки, что это такое, это телепортация, с вами там такое происходит. А вы поймете, что телепортация – это, это, вот как я говорю, базовые настройки. Вы можете настолько больше, чем просто телепортация, вы можете настолько вот мега, вот это вот все сделать. Я даже не знаю, как бы, я не хочу это говорить, озвучивать в эфирах, чтобы это не было таким, что ну вот, опять она там куда-то пошла, куда-то уехала. Но просто я вам говорю, что когда вы начнете познавать себя, вы начнете настолько раскрываться, вы настолько поймете, какой вы большой, какой вы всемогущий, какой вы, как вам, насколько ваша вселенная, как вам клево внутри. Почему я всегда говорю, что автономия – только инструмент. Сейчас очень много спикеров рассказывают, как клево на автономии. Но на автономии – это чтобы что? Чтобы просто быть на автономии, это вообще не для чего. Ну, тогда проще получать удовольствие от вкусных фруктов, овощей, я не знаю, от чего-то. Зачем это делать? Это каждый наш шаг, если вы будете понимать, для чего вы делаете каждый определенный шаг, то только тогда вы начнете жить, жить свою жизнь. Иначе вы начнете просто себя все время проверять на прочность. Вы не будете жить, вы будете постоянно в доказательстве самому себе, это в лучшем случае самому себе, что вы еще вот так можете, еще вот так можете. А чтобы что? Когда жить, когда начнете наслаждаться? Это не те наслаждения, это не те вот эти вот себе постоянные цели, вот я дошел до этого, я дошел до этого, я молодец, я дошел до суда. А счастье-то где вот оно? Где вот это вот, когда расплывается вот это вот состояние, когда ты вау, оно ровное, спокойное, в то же время это как шквал. Вот это да, когда ты идешь к этому, это клево. Тиша, кошка куда-то котенка понесла. Однополая атмосфера. Ага, говори. Хотел что-то добавить, забыл, вот там девушка спрашивала по поводу холода, жары, маленький комментарий из своего опыта, что когда мне, когда я 21 день проходил, мне было так же очень жарко, внутренняя жара, то есть температура тела была по 35,6 все 20 дней, но при этом мне было очень жарко, и я спасался холодным океаном, 13 градусов там было в нем, купался днем и ночью по два раза, просто невозможно было. А потом на 40 дней, наоборот, вот как ты говоришь, мне начало морозить, и не то, что в океан, я надевал на себя все, что можно, и дома спал в одежде, и мне было очень холодно. То есть сначала было жарко, потом холодно, и это, ну, нормально. Такое было у меня. Да, разные ощущения на каждом этапе. Так, еще Вячеслав. Однополые отношения это дефект, программа. Естественно, в своем состоянии слетит эта программа. Да, слетит эта программа, абсолютно точно. Вот эти программы, они просто отваливаются. Ты уже понимаешь, что вот это вот хорошо-плохо, это вообще не наше. Ты должен обязательно с этим полом, либо с этим полом, вообще не про то. Когда ты понимаешь, что ты находишь свою частичку себя именно по волновому восприятию своей плотности, то вот это твой человек. Да, чаще всего это бывают разнополые отношения. Но, по крайней мере, на моем опыте нет однополых отношений уже в другой плотности, плотности осознания себя. Но в этой плотности это вообще не про то, что хорошо или плохо. В этой плотности это настолько ярлыки, мы даже не понимаем. Очень часто мы не понимаем, для чего эти отношения. Просто как повеселиться, чтобы создать новую ячейку общества. Мы даже не понимаем, что такое познать себя. Да, это абсолютно точно, что уходит. Оскол, привет. Да, даже на депривации сна поначалу тебе кажется, что ты медленный, как черепаха, а посмотришь на частицы и минуты не прошло. Для всех остальных ты быстрый, грубо говоря, так, что телепортация это норма. Абсолютно точно. И у меня уже ребята неоднократно на ретритах говорили, они сами на себе, когда мы начинаем спинать, они говорят, вот я вот эту, как бы маленькая телепортация, но случается с вами, с каждым. Другой момент, что мы ее не отслеживаем, либо когда отслеживаем, мы не верим, что она случилась, поэтому мы ее откидываем. Это да. Вячеслав, я видела, какое-то сообщение написала, и все-таки на него отвечу. Ваша кошка сыроед? Нет, у меня кошки не сыроеды, они обычные хищники, они уличные кошки. Не на естественных днях они. И могу сказать, что для меня тоже я всегда слышала, видела, о, не видел, вернее, слышала, что кошки, и как и многие животные, они, если у них рождается слабое потомство, они его сами съедают. Я это слышала, но вот увидела это первый раз, вот у нас кошка родила четырех котят, и одного из котенков, вот он был самый слабенький, он такой все время до титьки ели, до ползал, и на второй день она его сама съела. Вот это вот я увидела первый раз, поэтому у них это более естественно, но вы не забывайте, что животные, мы не животные, мы живем в разной волновой, мы живем в разной волновой структуре, у нас разные плотности, мы не можем сравниваться с животными. И когда там спрашивают, а ваши там, ваши животные сыроед, не сыроед, автоном, не автоном, это наши игры разума. Мы настолько начинаем отслеживать, что они еще делают, что это на самом деле неестественно. А когда они естественно ходят, они, вот я сейчас, я сейчас отношусь к животным абсолютно по-другому, как и относилась раньше. И сейчас я вижу все их естественные процессы. И это клево. То есть раньше я бы даже этого не заметила бы. Нет, они живут своей жизнью абсолютно. И они, мне кажется, очень счастливы, что им разрешают в кругу людей жить своей жизнью, не подстраивая под то, как нам удобно. Мне кажется, они от этого тоже кайфуют. Так, ребят, есть еще вопросы? Светлана, можно спросить? Да, нужно. Здравствуйте. Может быть, не по теме? Ага, может быть, не по теме немножко, и вы, наверное, сто раз уже об этом говорили по поводу чисток. Все автономы абсолютно по-разному говорят, что тело само чистится, кто-то говорит, что чистка нужна обязательно. Вот ваше мнение. Мое мнение, что зачищаться не надо, чтобы там прям до безумия чиститься и чиститься. У меня почему-то открываются следующие микрофончики, видимо, только определенному количеству можно открыть микрофоны. Я считаю, что чиститься прям до безумия не нужно, но если вы чувствуете на определенных днях, что вашему организму так было бы проще, то я всегда за, чтобы помочь, потому что вы его загрязняли столько лет, а сейчас как бы, ну вот оно все само перегорит. Оно перегорит, но какой болью и кровью вам это достанется? Это же тяжело, это же дополнительная нагрузка на организм. Дополнительная нагрузка, когда вы чиститесь очень много и очень сильно, это ваш организм просто в стрессе постоянно и дополнительная нагрузка, когда вы чувствуете, что вот, ну сейчас бы хорошо бы сделать клизму, вот вы чувствуете, что вот она нужна, но сделайте ее, помогите своему организму. Конечно, это не до такой степени, что там начинают, вот из меня там выходят камни из печени. Печень, печень это вообще, она жгубка, какие там камни. Это выходит, если вы посмотрите химическую, вот эти зеленые камни, да, когда она начинает рассказать, сколько у меня камней вышло. Это химическая реакция, желчи и масла с лимоном. Это не камни, это другое, это ваш организм уже говорит, боже мой, что еще сделать, чтобы она от меня отстала. Ну, вот это так образно. Поэтому, если вы чувствуете, что вам хочется почиститься, чистить, я же не просто так говорю, что нужно правильно входить в сухие дни, и очень важно правильно выходить, как выходить, почему выходить. Если бы, я считала, что все сделает сам организм, то, наверное, мы бы могли на пельмених заходить и на водке выходить праздновать, и все было бы замечательно, но мы же это делаем не так. Все-таки нужно это все с головой делать, если чувствовать свое тело. Поэтому чистки, да, я не считаю, что они необходимы, но если вы чувствуете, что вам на данный момент это помогло, то это нужно сделать. Вот так. Спасибо. Спасибо большое. Ребята, задавайте вопросы. Не могу всем открыть микрофон, и, видимо, здесь какой-то лимит на микрофоны. В следующий раз не буду открывать, а только кто руку будет тянуть, наверное, будет. Может, тогда тема захода напомнишь правильный вход на сухие, коротенько? Правильный вход на сухие. Если мы говорим о двух сутках, да, двое суток, то просто облегчить питание, и все. Если мы говорим на более длительные сроки, то я бы, конечно, если мы идем дней на 10 уже, то я бы рекомендовала все-таки заходить на магнезию. На магнезию. Почему на магнезию? Сейчас объясню. Во-первых, что такое заход на магнезию? Вы покупаете себе пакетик магнезии. Некоторые, конечно, пишут, мне полпакетика хватает, мне еще что-то, а потом говорят, вот я хожу, и у меня там ничего не выходит. То есть, магнезия, она нужна для чего? Она нужна не для того, чтобы покакать, она нужна для того, чтобы прочистить. Именно поэтому я за большое количество магнезии. То есть, понятно, если у вас вес 40 килограмм, вам двух пакетиков будет достаточно. Если ваш вес ближе к 60 килограммам, сделайте три пакетика магнезии. Как это делаете и для чего? Вы, давайте вот на двух, не важно, два-три пакетика, вы его разбавляете, магнезию разбавляете в 150 граммах горячей воды. Почему горячей? Потому что сразу же вот эта вот соль, она растворяется, но ее нужно постоянно мешать, пока она не растворится, иначе она покроется пленочкой. Сразу же запариваем себе один литр полыни, как заваривается, на литр полыни, на литр воды заваривайте пол чайной ложечки полыни и оставляйте. Подготавливайте себе горячую грелку и заранее покупайте полтора литров бутылку минералки. Можно любой минералки, но я покупала донат. Мне она очень нравится, но она достаточно дорогая, и она только литровая. Есть еще маленькие, она литровая, она порядка 200 рублей стоит бутылка, можно купить ее в самую обычную, там, гесентуки, или как она, но желательно, чтобы немного соли было все-таки. Любую минералку. Вот, все, вы ее открываете, крышку открываете, не надо ее вытрясывать, эту газу, просто крышечку открыли, и пока вы делаете процедуру, которую я сейчас скажу, она вот те ненужные газы, они выйдут. Остальные вы можете пить. Если совсем не нравится с газами, можете просто купить минеральную воду без газа. Что вы делаете? Вы выпиваете, когда остынет до комнатной температуры магнезия, вы выпиваете магнезию, ложитесь на грелку, на грелку под правый бок, под печень, и себе на стульчике, на столе, там, где будете лежать, ставите вот этот вот литр плыни, туда выжимаете один лимон, и если хотите, берете ложечку меда в прикуску. Если не хотите, не надо. И так вы лежите час, в тени часа попиваете эту полынь, очень-очень теплую, практически горячую, с ребоном. Что происходит в вашем организме, когда вы это делаете? Когда вы лежите на грелке, ваши все протоки от печени, они расширяются от горячей. И за счет того, что вы пьете полынь, вся желчь начинает через расширенные вот эти протоки, она начинает отходить, отходить даже в мелких капиллярчиках, которые, потому что они расширились, и полынь ее начинает выгонять. Она очень хорошо гонит, она начинает выгонять. когда вы выпили магнезию, то магнезия, когда большое количество магнезии, она абсорбирующая действует, она на себя, со всего вашего, со всех ваших внутренностей, начинает стягивать все вот эти вот какашечки, вот эти вот настоявшиеся камни начинают отходить, потому что у нас же желудочек вот такой вот, оттуда, отовсюду, начинает все вот это вытягивать, все вот это вот говнецо. Вот. И когда проходит час, за час, как раз вот на эту магнезию начинает вытягиваться вся вот эта вот желчь, которая у вас скопилась, годами бывает. Оно как раз вот из этой час все вот это вот вытянется, то есть желчный и печень, она как бы прочистится. После этого у вас где через какое-то время наступает рожды, и вы не стесняясь начинаете пить эти вот полтора литра минералки, сколько выпьете. Хотите, всю выпьете. Что происходит, когда вы пьете эту минералку? Дальше начинает на себя натягивать вот эта вот магнезия, все не нужно, а вы еще прочищаете, промываете. Часа через два, если вы правильную дозу приняли магнезию, часа через два вы побежите в туалет, и с вас это просто будет выходить. Возможно, это будет выходить еще несколько дней. Если вы, например, работаете, вам неприемлемо бегать в туалет по большому, которое все жидкое. Поэтому это делается вечером, часов в пять делайте, вы уже к десяти часам спокойно все прочистится, у вас все вы сходите. Чтобы у вас не было на следующий день позывов опять в туалет, вы просто можете в пять утра сделать клизму себе. Клизму сделать можно обычную простую соль и соду. То есть, я делаю вообще один к одному, потому что многие делают то ли соды больше, то ли соли больше. Я никогда эти пропорции запомнить не могла, вот ни в какую. Поэтому я делала себе столовую ложку соды, столовую ложку соли на одну кружку эсмарха. Кружки они бывают либо полтора литровые, либо двух литровые. И делаете вот эту кружку эсмарха. И спокойно заходите на длительные сухи, они могут быть более трех дней, и уже дальше, дальше идете. Но чем дальше идете, тем больше вы слушаете свой организм. То есть, после девятого, двенадцатого дня, если вы чувствуете, что у вас идет интоксикация, то я бы рекомендовала ничего, его не пить, сделать еще одну клизму. Клизму я бы рекомендовала на этих сроках сделать с магнезией. Точно так же. То есть, на одну кружку эсмарха разбавляете один пакетик магнезии, который все вытягивает, все, что у вас там скопилось за эти дни. И вы опять идете на облегченном, идете дальше. Вот. Это, что касаемо захода, как бы я рекомендовала. Ну, мне, по крайней мере, так помогало лучше всего не было тошноты, не было горечи от желчи. И если неподготовленная печень, то может быть такая сильная интоксикация от желчи, что вас может рвать вашу желчу день-два. А это очень больно. Это прям физически больно. Когда ничего в организме нет, только желчу вы. вы просто все пережигаете ей. Вот. Светлана, при встрече с долговетелем какие вопросы вас интересуют? Может, вас они чем-то впечатлили своей осознанностью или энергетикой? Ну, вообще, я уже говорила, меня многие вопросы интересовали, они мне на некоторые вопросы открыли, мне показали, как мне, во-первых, они мне показали, как мне, куда мне идти дальше дали направление, показали, как я могу увидеть в них зашифровано, как это вообще, ну, это в двух словах, да? Вот, это первый момент, это великолепное знание, это великолепно то, что вот, куда я сейчас иду, это прям раскрывается для меня, все раскрывается по-новой, то есть, я понимаю, что я до этого вообще ничего не знала, это клево, и самое большое вот такое, что от них сразу же чувствуется, я с вами говорила, что наша структура слова, она имеет своеобразную цепочку ДНК, и почему вот раньше, молитвы, словами заговаривали наши бабушки, да, они знали, как правильно поставить слово, и они не потому, что может быть у них знания такие, а потому, что вот они уже определенное количество времени прожили, когда с ними разговариваешь, они тебе самые обычные вещи, они тебе их так говорят, они так выстраивают слова, но это уже отработано, что ли, как-то, они вот так выстраивают слова, что что бы они ни сказали, вот этот смысл попадает прямо настолько вот точно в цель самого себя, что ты просто болтаешь, то есть, то, что я вам говорю, у кого-то усваивается там на 20-30 процентов, кто-то пересматривает эфиры, и потом еще идет усвоение, а когда разговариваешь с ними, то ты чувствуешь, как они не говорят, у них как будто как песня лезет, это не от голоса зависит, это может быть какой-то тембр своеобразный, это постановка слов, это настолько правильное соотношение вот этих вот всех слов, всех терминов, что ты когда их слушаешь, такое ощущение, что ты как будто погружаешься в какой-то транс, но это не транс, это не трансовое состояние, и оно клевое, легко, очень легко, очень здорово, и ты прям в такой в любви в какой-то находишься, в любви и в такое приятное такое состояние. Это динамы информация, спасибо, Раскова. Вот. Да, ребят, завтра хочу вас пригласить, завтра у нас с вами будет, во-первых, завтра среда ждет. Завтра у нас будет с вами рисование в клубе, прорисовывать будем денежный поток. в четверг, в четверг, я не знаю, будет открытая тема или нет, меня пригласили на Zoom контактеры, вот я уже делала эфир, да, и вот они сейчас еще хотят, и там контактировали, там еще с чем-то, насчет меня контактировали, скидывали у меня эти записи, кто я, откуда я, почему я такая, вот, вот, и в 20 часов, если будет открытый Zoom, я тут, ну, это, в наш открытый чак, школу автономии и сюда, вот, и в 23 часа у нас будет Zoom у Автополстара, да, и там как раз мы поговорим, знаете, какую тему я выбрала, потому что ее очень много, люди, которые все время стараются кому-то помочь, вот, я как раз расскажу про таких людей, помощники беспомощные, я их не сбыла, вот, потому что когда мы хотим кому-то помочь, очень яро, так, вот, вы просто, наверное, знаете, в вашем круге по-любому есть минимум один человек, который все время пытается что-то помочь, что-то подсказать, что-то там подсобить, там еще что-то, это как раз от того, что они себя найти не могут, но мы завтра раскроем, в четверг раскроем эту тему, я помню, что речь, как музыка, здорово, благодаря за ответы, да, ну что, ребят, будем заканчивать, пишите вопросы, и завтра в клубе рисуем, послезавтра эфир, два, наверное, всех обнимаю, всем спасибо, что были со мной, и марафоны 6 мая, что вы думаете, 6 мая, возможности меня, кто не может поехать, куда еще, кто-то, кто-то из себя хочет более глубоко проработать, присоединяйтесь на марафоны, и по депривации сна будут марафоны, и по возможности меня, ну и, конечно, если в поле, в одном побыть, и себя совсем раскрывать, то, конечно же, это ритм, либо трехдневный в Сочи по пробуждению, либо уже со мной в ЛОО в июне, я, конечно же, вас живу, там мы по-другому все раскроем, еще один отзыв добавили, на YouTube, сейчас посмотрю, я вам, по-моему, без звука там записался, перезальем, звуком будет, чтобы вы тоже посмотрели, увидели, что там происходит на ретритах. Все, всех обнимаю, спасибо.